Всем привет, с вами привет. Видите, да, маленькая надпись сверху преобразилась. Я наконец-таки дропнул все легендарки, кто не особо следит за стримами, допустим, или за ютуб каналом, так редко-редко чекает раз в неделю, просто чтобы глянуть какое-нибудь относительно обзорное видео или там недельное скрытие сундучков. Все легендарки были получены, да, завтра выходит обновление 7.2.5, 14 число завтра. Эх, будет весело. Получается, что у нас? 7.2.5, 7.2.5, новые легендарочки, квестик на улучшение легендарки до 970-го. Будет весело. Собственно, к 7.2.5-то я готов, на самом деле. Все вышло даже очень хорошо, как я и планировал. Я захотел дропнуть все легендарочки конкретно до патча, я дропнул. Я захотел апнуть свой артефакт по нормальному левелу, и я его апнул до 61-го. Сейчас планирую что сделать? Прокачать артефакт на защите до 62-го левела, чтобы еще один левел влить в согласованность и получить 7000 прокас универсальности. А потом, я не знаю. Потом, наверное, надо за армса браться. Надо на нем хотя бы цепочку сделать на открытие правых талантов. Пора бы, кстати, да. Вот. И, наверное, будем покорять армса через какое-то время. Не знаю, когда это будет, но когда-то это будет. Все-таки в ДД я, может, периодически поигрывать буду, там, на каких-нибудь аренках по типу 3 в 3. Или, может, в танки буду играть. Думать все будем, на самом деле. Вот. Всякие там скринчики в ВК-группе чекать не забывайте. Все-таки какой-либо информацией я стараюсь вас снабжать. Про аналитику не забывайте. Я с некоторыми экспертами сейчас говорю, которые умеют хорошо играть за свой класс. И, возможно, в ближайшее время будет аналитика на некоторые хорошие классы. В планах конкретно у меня сейчас это разбойники. Не знаю, всех-не всех веток там уже обговорим. И будет войн. Ветки неистовства. Под все остальное я не знаю, откуда брать экспертов. На самом деле, монах сказал то, что я, говорит, не буду делать. Вот, пускай люди сами ищут сайты и сами все смотрят. Типа, ссылками могу снабдить. А типа, сам в прямом таком эфире на записи анализировать буду по монахам. Я говорю, понятно, говорю, понятно. Все хорошо, говорю, счастья, говорю, всех благ, легендарок поменьше. Так что, вот так вот, экспертов своего класса, в которых конкретно еще и я буду уверен, найти тяжело. Если честно. Но они ищутся и находятся, ну, хотя бы так, с какой-то скоростью. Не с особо выстроить, но все же. А что ки у меня планы-то на 7.25? Будем фармить, будем много фармить. Будем также проходить с вами рейды. Не забываем про то, что каждую неделю я также буду собирать LFR, нормалы, хм. Сатадель ночи, конечно, я не знаю, буду-не буду собирать версии нормальные и героические. Но там уже видно будет, возможно, через какое-то время... Нет, все. Это сейчас мои мечты пойдут на год вперед, я не хочу их развивать на самом деле. Касательно гробницы Саргераса и моего рейдинга в нем. Понимаете, у нас в гильдии появился недавно третий танк. Это ДХ, который ушел в монаха-танка. И я не знаю, на самом деле, что, к чему, вообще, зачем, для чего. Ну, походу, он будет как на замене сидеть. Потому что что-то мне как-то с 61-м артефактом не очень-то хочется сидеть на замене. Но, если того предполагает рейдовый босс, или, ну, не для вара, допустим, будет сделан, да, как Этрей. То есть, соло его не затанчить было, Этрей на освоении, а ДК спокойно танчил. И поэтому я уступил свою роль в освоении конкретно ДК. Сейчас также имею ачивы и луцитрей, и вполне доволен этим. Вот. Это я все к чему веду? То, что танчить-то я буду, это понятное дело, не в дамагере играть. В дамагере от меня пользы не особо. Надо, и в танке-то как будто есть. Шучу. В танке есть как раз-таки. Вот. Будем играться в танке. Будем прокачивать артефакт. Будем собирать сет куски. Будем дропать новые легендарочки. Тестить их, смотреть. Будем также фармить миф-плюсы. Не забывайте нам подгонять свои ключики. Касательно изменений и сложности мифик-плюсов, я могу сказать только одно, что... Ту пятнашку, которую надо закрыть, знаете вообще к какому числу? Я вам сейчас покажу. Только к 28-му надо закрыть пятнашку. Почему, спросите? Потому что конкретно к 28-му июня, это дата выхода мифической гробницы Саргераса, именно к этой дате повысят уровень вещей, получаемых с мифик-плюсов. По-моему, при закрытии пятнадцатого ключа, то есть суть в чем, вы должны закрыть в период с 21 по 27 июня пятнадцатый ключ, чтобы зайдя 28-го числа вы полутали супер-пупер классную шмотку. По-моему, что-то в районе 930-го она будет уровня предметов, может чуть меньше. Это не точно на самом деле, но по крайней мере реально закройте пятнадцатый ключ и 28-го вы полутаете что-то классненькое. Надеюсь, вам упадет та шмотка, на которую у вас нету легендарного слота, допустим. Я бы не хотел полутать легендарные запястья или перчатки. Да. Вот. А пятнашки, пятнашки, пятнадцатые инсты, начиная уже с завтрашнего дня, они будут сопоставимы со сложностью нынешнего девятнадцатого инста. То есть вот то, что мы проходим сейчас, конкретно девятнадцатые подземелья, по процентам они будут равны новым пятнадцатым. Старый девятнадцатый равно новой пятнадцатой по сложности. Вы представьте, подумайте, что будет твориться. То есть особо высокие ключи при выходе 7.2.5, типа там двадцатый, двадцать первый, да, то есть у нас там есть ребята в гильдии, которые закрывают молодцы на самом деле, двадцать второе, двадцать первое, да. На первых неделях это будет очень тяжко закрыть. Особенно я видел модификаторы, которые уже будут на следующую неделю. Завтра сами их увидите. Ну, такие себе, если честно. Интересные очень, ага. Нет. Будем фармить, будем одеваться. Будем привыкать к каким-либо изменениям. Будем маппать легендарочки. Будем ходить на арены. Два-два, три-в-три. В общем, будет весело. В 7.2.5 будем конкретно развлекаться. К тому же сейчас лето. Будем еще побольше сидеть. Уделять время Варкрафту. Как будто мы так до этого не уделяли. Ага. Все свободное время этот Варкрафт жрет и жрет, жрет и жрет. Только вдумайтесь, серьезно. Вы сидите и фармите эту силу артефакта. Зачем? Не знаю. Не, на самом деле это полезное дело. Будет весело. Заходите на стримы. Посещайте ВК-группу. Чекайте Инстаграм. Короче, ищите что-нибудь. Будете следить. Не потеряйтесь. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Легендарок побольше. И желаю вам хорошо встретить новый патч. Новое обновление. До скорого.